Тропа Ростелеком 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 И тут уже невозможно даже для себя внутренне подвести всех, кто были до тебя и кто будет позже. Особое место в доме занимает гостиная. Здесь Поленов собрал уникальные предметы, купленные или подаренные его друзьями и родными. Сервиз, который расписала сестра художника Елена, уникален. Обратите внимание, там каждый пейзаж соответствует месяцу. Находите свой месяц рождения. Огорчу лишь тех, кто родился в декабре. В этом составе декабрь отсутствует. Во время войны была эвакуация. В спешке все собирали. Она была утеряна, к сожалению. А как бы мог выглядеть Поленовский декабрь? Есть возможность пофантазировать. Музей совместно с Ростелекомом проводит конкурс. Участникам предлагают представить свой эскиз утраченного месяца. Запомнилась столовая мне очень сильно. Тарелочки очень красивые. Эмоции вообще зашкавливают. Все круто. Нам показывали различные красивые картины. Мне наиболее запомнились картины «Золотая осень» и большая картина, которую Поленов написал углем. И у нее был очень интересный сюжет. Больше всего мне понравилась огромная картина на втором этаже. Как оказывается, за которую Василий Поленов получил огромную сумму, на которую построил этот дом и еще две школы для детей. Чуть дальше по усадьбе еще один домик. В нем располагается диорама. Но не в привычном для белгородцев понимании. Василий Поленов создал невообразимый по тем временам кинотеатр. Наши путешествия начинаются из деревни Барок, как тогда-то называлось Поленово. Мы спускаемся в пристани и садимся в старый колесный парохоз. Два стекла, между ними картина. Рисунок двусторонний, с помощью света, как по волшебству. Гуашь сменяет акварель. Наверное, это было самое необычное путешествие в моей жизни. Мы очень понравились такие города, как Неаполь. Очень понравилась река в Южной Америке и китайский городок. Странствие подходит к концу. Ребята возвращаются из мира искусства в свой лагерь. Всего один день на знакомство. Но усадьба художника успела произвести впечатление на каждого. И школьники обещают вернуться сюда снова, уже с родителями и друзьями. Анастасия Ильина, Антон Гребенников, БелгородМедиа.